Все толкаются, куда-то спешат, что происходит? Первая страна и первый город, где я не могу купить сувениры. Ой, сейчас хейт на меня полетит, да простят меня все белорусы. Шок-контент, я нашел минус Минска. Всем привет, дорогие зрители канала Интересные Путешествия. Мы в Минске! Первый раз в нашей жизни, да, мы добрались от Калининграда. В действительности всего около 500 километров, но мы никогда на машине сюда не приезжали, О, а у тебя в Минске, что ли? Интересное путешествие! О, приперся, давай, здорово! У нас в Атом не ругаются! А, извините! Сегодня смотрим город Минск, представляете? Первый раз мы здесь, это наша 30-я страна. Кстати, прилетели с самолетом из Калининграда, прямой рейс, 2,5 часа. Раньше 50 минут было, а сейчас 2,5 часа. Скажи, что можно по российскому паспорту. А, да, по российскому паспорту можно сюда прилететь, за грани к вам не пригодится. Здесь принимают карты МИР, но при этом здесь роуминг. Мы бронируем билеты по ссылкам в описании. Там же апартаменты, здесь вот недорого взяли апартаменты. Живем возле ТЦ Дана Мол. В общем, стартуем в сторону центра. А мы решили опробовать Минское метро. Поедем сейчас до центра. Едем только в Москве, Варшаве и в Дубае. Вот сейчас в Минске попробуем. Стоимость одного жетона 90 белорусских копеек. Ну, 0,85. Это сколько в рублях русских? Не знаю. 30 рублей. 30 рублей, видите? А, так это нормально. Ну да, нормально, недорого. У нас в автобусе так же примерно 25. Что делать? Как мы погони? Сюда закидывать? И нафига его закинули? Нам, по-моему, в ту сторону или в ту? В какую сторону нам в центр? Я не знаю. По-моему, в ту. Это наша? Наша? Что, наверное, от Чили идут? Мы едем в центр или нет? Метро наше? В центр? Ура! Побежали! Я не хочу еще тут простаивать. Все толкаются, куда-то спешат. Что происходит? Здесь просто можно снять. Таймлапс. Таймлапс, да. Или слово мо, как толпа идет. Давай, офигеть. Но я сейчас, конечно, не успеваю про метро, но понимаю, что это очень удобно. Меня сейчас утащат толпа. Будет быть быстрее, чем метро. Ничего. Не, мне не нравится. Так много людей слишком. Выходим в метро, попадаем. 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 Проспект независимости, наверное. Так. Так. Куда пропали мы? О, там какое-то здание. Ого, такие широкие проспекты. Такой чистый город. Да? Ну, что всегда говорят. Про Минск? Да, такие просторы, такие широкие проспекты и очень чисто. Но это я, кстати, тоже могу отметить, что действительно чисто. А то, что широкие проспекты, так, конечно, это вообще-то столица. А как я понимаю, мы сейчас находимся на площади. Здесь Палац Республики. Позади меня достаточно просторно и малолюдно. Но мы сейчас пойдем в сторону старого города. Мне кажется, там все самое интересное нас ждет. Ну, по крайней мере, я вот так смотрю. И я думаю, что вот там будет классно. Чувствуется, старый город, кафешки, летние веранды, да? На карте указано, как верхний город это место. Сейчас окунемся в какую-то атмосферу старого города. Выйдем к берегу реки Свислотч. Не знаю, куда ставить ударение, если что, поправляете. Я думаю, то, что, кстати, среди наших подписчиков есть те, кто живут в Минске. Ребята, вам большой привет. О, бар, Свилот-бар. А какой самый крутой, ну, самый популярный местный напиток в Беларуси? Что пьют, короче, не знаешь? Бульбаш, наверное. Это что? Ну, настойки, наверное, какие-то. Типа зубровки, мне кажется, что-то такое. Зубровку все пьют? Белодежская пуща. Зубры, но... Зубровка, что такое? Когда зубры срут, когда ты вот эту траву, получается, зубровка. Серьезно тебе говорю? Первое впечатление пока, ну, как гуляем. Вот эти вот старый городочек есть. Людей, в принципе, немного, знаете, так... Кафешки, бар. Да, все тогда достаточно размеренно, никто никуда не спешит. Ну, я люблю такой стиль жизни. Это по мне. Так что Минск мне пока что нравится. Все так красиво, чистенько, уютненько, аккуратненько. Как я уже сказал только что, что здесь вообще особо никто никуда не торопится, потому что сувенирные лавки только-только открываются, а время уже полвторого, обеденное время, сувенирные лавки открываются. Наша задача, как обычно, купить какой-нибудь магнитик, ну, еще что-нибудь. Смешение чувствуется так же, архитектура, как и у нас, да? Ну, да, да. Ну, есть, есть. И советская архитектура, и вон, смотри. Здесь просто масштабнее, все-таки столица, как бы город. Ну, даже позади, если смотришь, и здание из двухтысячных, наверное, вот это вот, стекляшка. Ну, то есть такое смешение. Ну, и вот советский стиль, видно, вот эти, те же набережные, они еще такие, вот, как у нас в Калининграде тоже. То есть требуют уже... С бетонным вот этим ограждением, да? Ну, да, да, да. Ну, мне кажется, надо уже избавляться в современном мире от бетонных, придумывать, что-то новенькое. Ну, да, но в целом город прям такой очень ухоженный. Я вот смотрю, время-то обеденное, а у них вот заведения не работают, ну, летки, на летках людей нет. Ну, может, это будет чисто более бары, что ли. Тут вечером, мне кажется, все тусят, бухают. Думаешь? А мне кажется, просто все работают, наверное, сейчас или еще? Да, только по выходным работают. Ну, наверное, а туристы? Мы только. А, и вот, кстати, вот хорошая подводка, потому что у меня есть сейчас сказательную тему. Я вот пока гуляю, ну, я же, я не знаю, где-то больше двухсот городов посетил, и я смотрю, вот конкретно Минск, он хорош не в плане туризма, мне кажется, а именно для жизни. Тут как бы вот все условия, особенно для комфортной, размеренной жизни, для туризма. Ну, и я бы не сказал, что этот город супертуристический. Да, и даже пробок нет, конечно, для жизни. Да, 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 я говорю, тут вот прям классная, размеренная жизнь, да, туризм, ну, в меньшей степени развит. Мы, возможно, надо какие-то места брать и развивать в туристическом плане. Пока что мы просто вот пока гуляем, ничего супертуристического найти не можем. То есть какой-то уникальности или изюминки нет, вот все, о чем я говорю. Но мы только начинаем нашу прогулку, я думаю, что-нибудь и найдем. А я скажу, что уникальность, в чем это Минска, это то, что, еще раз говорю, это кто хочет вернуться в коммунизм с айфонами, с новыми технологиями, с чистотой вот этой вот, с честностью людей, без преступности, где милиция нас охраняет, нас бережет, это вот, это город Минск. Приезжайте сюда и окунетесь как раз вот в 80-е годы в самую лучшую версию коммунизма. Нашли пивной двор, у Ратуши называется, и могу сказать, что в Беларуси неплохое пиво делают, в основном Лицкое, вот я пробовал, еще шикарное. Да, да, оно разное, там есть и темное, есть и пшеничное. Так как мы тесно связаны вообще с пивоварением, то, в принципе, обращаем на это внимание. Ну, я заметил, что у них все сорта неплохие, вот мы пробовали, в частности, нам очень нравится. Какой сыр? Ну, пшеничное. А, пшеничное? Ну, мы пробовали, это вот, Лицкое Майнстро, как это называется. Там еще мужичок нарисовал, у него пшеница на голове такая растет. Ну, да, да, очень даже такое достойное. По широким проспектам шагает госпожа Юля. Классно, слушайте, что здесь в домике не красиво, это ратуша вообще старое, это здание ратушное. Я хочу сейчас еще найти пешеходные улочки, ну, прям, очень приятно. Да ты мне объясни, когда люди вообще работают. Опять закрыто. Продавец там. А, продавец там где-то, да? Да, конечно, идешь до кофейни. Ну, где, в кофейни продавец? Ну, я бы купил магнитик вот какой-нибудь, такой мне устроит вполне. О, а если-то, кстати, вот, вот такой или вот такой вот подойдет? Кстати, да, а если здесь обитают. Сколько, 5,50? А, карту возьмут наши? Наверное, да. И какую-нибудь вот эту статуэтку нам надо. Первая страна и первый город, где я не могу найти, ну, купить сувениры, потому что позади меня стоят сувенирные лавки, они просто-напросто все закрыты в 2 часа дня. Понедельник. Туризм развит в Минске. Очень плохо. Мне же очень нужен магнитик. Как я домой приеду и расскажу, что я был в Минске? Мне никто не поверит. А если покажу магнитик, то поверят. Шок-контент. Я нашел туристическую группу в Минске. Ладно, позади. А что, здесь, мне кажется, очень интересные экскурсии, вообще-то, прогуляции. Расскажут хоть про места. А то так только... Вот я, например, знаю, что это архи-кафедральный собор имени Просвятой Девы Марии. А больше ничего не знаю. Идем и рассуждаем на тему того, что Минск действительно идеальная столица. И тут не подкопаешься. Центр города, да, вот смотрите. Машин не то чтобы мало. И мне кажется, по местным каким-то... Не, по уровню столицы здесь вообще их не существует. Ни пробок, ничего. На светофорах даже, когда... Тут обнутри 5 машин. Когда по городу идешь, по центру тоже никого нет, ни людей, ничего. Два миллиона человек, собственно. Два миллиона, да, человек. Действительно, очень комфортно здесь. Я вот иду и наслаждаюсь. Ливневка идеально сделана. Вот он, видите, спуск вниз. Она туда все сливается. Тротуар для людей. Тротуар для машин. Вот тут... Да, тут все... Ну, ограждение есть, чтобы никто никуда не путался. Идешь, наслаждаешься. Все для человека. Мне нравятся такие города, когда сделано все для людей. И здесь пока что я замечаю, что здесь именно и так. А ты знаешь, я так рад, что мы приехали в Минск именно летний период. Конечно. Потому что если бы мы приехали зимой или осенью... Ну, впечатления были бы другие, я согласна. Да, это так же вот к нам, когда, да, там приезжаешь. Нет, сейчас, знаете, вот мы видим, во-первых, насколько город зеленый, насколько он ухоженный. Как здесь уютно. Мы сейчас по старому городу прогуливаемся. И здесь прям классно. Я, честно, я готовилась к худшему. Я ожидала чего-то другого. Пока что мне все очень нравится. Мне нравится, что людей не много, но очень тихо. Местное потворение какого-то, да, никто не толкается. Да, еще классно. Конечно, хочется отметить, вот как, когда по центру гуляешь в Европе. Любой европейский центр не обходится без тысячи бомжей, которые вот так сидят, воняют, обсыкаются. Ну, вы сами знаете, кто был в Европе, да, я думаю, многие были. Здесь этого нет. Здесь все чисто, ухоженно, никаких лишних запахов, никаких бомжей. Объясни, как так получилось, что мы находимся уже второй день в Минске, и мы только сейчас совершили первую покупку? Первую покупку, кстати, российской карты МИР, сейчас вот спокойно она у нас прошла в кофейне. За два кофе 11 белорусских рублей. Но. Это что? Но, но. В казино ты ей не рассчитаешься картой Русской МИР. Ну да. А мастер-карт там карты казахстанская я рассчитываю с казино. Потому что почему-то... Мастер-клонивый. Да никто не знает твое казино, что ты в казино лезешь? У нас блог про путешествия. В предыдущих выпусках мы вам показывали Турцию. И в Турции два кофе сейчас стоят в любом там сетевом Старбаксе, да или вообще, неважно, Старбакс, любое кофейне, в которую вы зайдете, два кофе, ну, два копчина вам обойдется примерно плюс-минус в 600 рублей. А здесь сколько два копчина стоит? 11 рублей. На русские рубли, на 28 умножаем? Ну, 300 максимум. То есть получается сейчас в Минске в два раза дешевле, чем в Турции отдыхать? Конечно, приезжайте, вывод, да, приезжайте. И море здесь есть, Минское называемое. Минское море, кстати, и пиво Минское, линьское. Ну, почти как Минское. Гротин, Гроэль, так, я не знаю, какое название. Ну, давайте здесь всем посмотрим. Велигеративной пиццерии, завтраки по 7,50. Пицца 18, 22, 18, блин, рублей 500, что ли? Ну, да, даже меньше, чем 500, конечно. О, паста меня интересует, вот классическая, где... Вон, например, лазанья 21, сколько это в рубля? 2 на 30. 600 рублей лазанья, недешево, давай дальше. Какие? 28, да. Что-то умножил? Конечно. Давай дальше. Горячее блюдо, ризотто, вот, по 2, короче, все блюда, я смотрю, по 20. Ну, по 20, по 30, вот так вот. Ну, да, 6 утра, салатики по 15, ну, нормальные цены. Потому что некоторые говорили, сейчас в Минске так дорого, что вы просто охренеть. Слушайте, а у вас есть гаспачо? Нет. А гаспачо? А гаспачо это что ли? Суп холодный, да? А его же подогреть можно? Ну, за холодник можно подогреть. Нарывайте, не греть, мороженое подогреть. Не слушай. А вот мы вообще живем в Калининграде, и вот у нас цены, ну, в среднем, любое блюдо 500 рублей, я думаю, не меньше. Да, конечно, да. Так что здесь для нас все очень дешево. Яркий пример. Мы сейчас идем в центре города по проспекту, и тут даже люди как будто на расстоянии специальном каком-то идут, где-то раз в 30 метров идет... Ну, вот посмотри прямо, примерно раз в 30 метров идет один человек. Здесь вот светофор, ну, на светофоре машин, ну, 20-30, наверное. Ну, идеально. Классно, что здесь вот этот глазончик, цветочки, как-то это прям все так, я не знаю, обгораживает. Ну, и третий комментарий. Так, я говорю, что вот коммунизм к этому и стремился. Вот, вот он, коммунизм, понимаете? Мы специально взяли с собой коммуниста. Построили все-таки коммунизм? Конечно. Мы строили, строили и, наконец, построили. Заходим в белорусский ГУМ, в минский ГУМ. Интересно, что будет. ГУМ написано, что... Да. А это прямо ГУМ? А, наконец-таки мы нашли универмаг ГУМ. Пойдемте. Я думал, это торговый центр, а это универмаг оказался. Ну, как в Советском Союзе. Ну-ка, ну-ка. Я никогда в таком не был еще. Ого, здрасте. Что? Ну, че? Как тебя? Слушай, ну да, я вот в детстве помню, что-то у нас подобное было. А в твоем детстве было? Конечно. Конечно, герцари. Да, у него флэшбэки, да, в детстве. Я даже жалую такая тележка, колбасный отдел. Ну, я не знаю, что там будет. Ну, и другие. Молоко или кефир с такой с пробкой надо купить этот, который продавали в Москву. Ну, здесь, я вижу, чисто косметика. Сосиски, понимаешь? Сосиски натуральные были. А тут по этажам, тут три этажа. Вот второй этаж все для детей, а третий этаж одежда, белье. А гастрономия, а хотя продукты, вот написано, есть продукты. Вот, в Калининграде у них это как-то... А, на московском есть. Универсал, универсал. Да, вот. Уже почти половина видео прошло, а мы еще не ели драники. Непорядок. Мы вообще в Белоруссии или где, я не пойму, а? Вообще мы, если признаться честно, вчера поели. Ха-ха, но вам не показали! Да, через дорогу от меня васильки. Мне все подписчики в инсту и в телегу написали. Обязательно поесть василька. Я говорю, почему это? Это, говорит, традиционная белорусская кухня. Так что состояние нашего желудка после васильков полностью ваша ответственность. Вот, кстати, инфраструктура. Велодорожка, зеленый. И вот это зеленый коридор, то есть вы можете не спешиваясь на велосипеде проезжать на зеленый. А нам, кстати, васильки вообще туда. Вот, васильки, народная кухня. Мне все, все сказали, все прям сказали. Да, и все идут, и все сказали, что надо зайти. Давайте посмотрим, ознакомимся с меню. Мне выдали меню. Запоминайте, что здесь есть. Это завтраки. В среднем стоит 8-10. На 28 умножаем, рубли получаем. Салатики в среднем по 15. Я смотрю, 12 есть. Дешевле. Ну, плюс-минус. Тут 17,9. Вот деревенские какая-то. Что? Роганина из пилониды. Да, это из мяса, из мяса и сала. Ассорти, из сала. Ну, самое интересное, давайте найдем то, что всем интересно. Вот холодник 7,8. 7,8, это вообще сколько? 100 рублей? Ты думаешь, у них есть магнитик на холодник? О, вот оно, драники 17, 18, 14, 16, 8. С грибами, с мясом, шкварками. Вот классические драники, можно взять просто драники и сметану. И хладник. Драники с припечкой. Блин, это так сытное. А святочные вроде там. С разнообразными огурцами, ломтиками, чего-то там. Стиховой страны есть. Ох, какая, смотри, картошечка, ассорти для компании. У-у-у-у, цепеллины. Это литовская тема уже. Если вы думаете, что я прикалываюсь насчет подписчиков, пишут или нет, вот мой аккаунт. Если что, подписывайтесь. Да, если что, инстаграм в Минске работает. Да, 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 да. Смотрите, вот написала Ольга. Сходите в кафе Васильки. Окей. Идем дальше. Юлия, сходите в Васильки. Ну, тут тоже. Короче, через один Васильки. Ну, как, холодник? Нормальный. Подогреть? Ну, он типа вот холодный дождьский больше. Он на кефире, такой достаточно густой. Сокла, огурцы, яйцо, желень. У нас делается еще, ну, в семье, я не знаю, я слышала еще, что в других где-то делают. Ну, свекольник, он без кефира. И без свеклы? Свеклой, конечно. Он на воде. Варится вода сначала. Потом у нее туда все закидывается. Получается, вкуто сметана добавляется просто. Получается очень вкусно. Ну, вот такой прям, видите, этот прям густой. Митя, что тебе не устроил? Холодник принесли, смотри. Что тебе не устроило? Скай, разогреваю. Суп, холодный. Суп принесли холодный, да? Холодный. Представляете, ребят, Митя не устроил суп, который мы принесли. Там холодный, потому что. Я не понимаю, почему. Короче, он попросил его подогреть, и теперь намного лучше, да? Теперь у меня борщ. Борщ, вот. Вкусный, теплый суп. Нормально, как мы привыкли. А вот и наши дранички пришли. Святочные драники. В общем, здесь такой сметанный. А, это типа крем-чиз вообще такой соус. И с огурчиками солеными. Чисто улыбаться надо, потому что. Юля, главное, чтобы это был не крем-пай. Раздел курлок. Я даже смотрела такой. Он уже все съел. Получился борщ. Глаз, туалет. Так, ну что, пробуем? Надо пробовать. Как отрезать? Ой, я отрезал. Я пробую. Я пробую. Когда вот Икар делает вот так, по тарелке, мне хочется ему вилкой в глаз тыкнуть. У меня их всего два. Да. Ну, значит, в один можно? В общем, потом я это вспоминаю, и все. Он пошел из толчка снимать, походу. Реально. Ты же должен. Пробуем? Ну, кстати, вчера были лучшие драники. Так, а тебя пришли забрать, да? Да. А эти не жирные? Какие? Ну, самые лучшие драники я вам скажу. У мамы? Нет, у меня. У меня не вкуснее, чем драники моя мама. Это просто сердечное признание. Ну, что у нас получилось? Давайте смотреть. Один холодильник, одна хмельная. А, нет, почему у нас три холодильника? Здесь хмельная вышла, тут Анаше, смузи, драники, апельсиновый сок. Всего 62 белорусских рубля. Умножаем на 28, получаем обычные рубли. Напишите кто-нибудь, сколько вышло мне считать лень. Ой, сейчас хейт на меня полетит. Да простят меня все белорусы. Охрените ваши васильки. Согласен. Я на себя перебью. Да, согласен. Я еще когда в 19-м году на машине не съехали, ком, да, в 19-м. Но Станя заехал, это как, знаете, жирная, сытная, и Даша посытнее, тяжелая. Хорошо, что я просто холодник подогрел и смузи выпил. Ну, на самом деле, ничего особого. Хотя мне, я говорю, в институт человек 100 написали. Телеграм столько же написали. Посетите васильки, посетили. Я не могу сказать, что это плохо, но я не могу сказать, что хорошо. Ничего особенного. Немного белорусской эстетики. Вы посмотрите, как красиво припаркованы машины. Посмотрите, что там эти электрические заправки стоят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Целых шесть штук. Да, то есть можно прямо в центре города садить свою машину. И, кстати, у электрокаров преимущество, они могут двигаться по автобусной полосе. И у них зеленые номера еще. Да. И посмотрите, идеальная дорога. Я ее назову, что она идеальна. Ну, красиво. И вот, смотрите, как машины прям стоят. Вот, просто. Лизнуть дорогу хочешь? В общем, мне нравится. Вот прям... И смотрите, вся разметка прям как будто вчера была сделана. Ну, может быть, вчера, потому что часто, когда я приезжаю, заранее все подготавливают. Идем, да. Динамо стадион. Интересно, как вы... О, вот, кстати, электромашина. Ого. Китайцы? Это электрокитайцы какой-то. И вот у него, видите, зеленые номера. Эко, био, все дела. Шок-контент. Я нашел минус Минска. Газон не подстрижен. Что за дела? Я не понял. Вы видите? Вы все видите, что газон не подстрижен? Я вам сейчас покажу даже. Он реально не подстрижен. Мое разочарование. Возвращаемся дальше к инфраструктуре Минска. Мы сейчас стоим на остановке трамвайной. Полоса выделенная. Трамвай едет в потоке так же со скоростью, как и автомобиль. Подъезжает, загружает людей, уезжает дальше по выделенке, никому при этом не мешая. Круто. Отходим подальше от центра, в сторону арт-пространства. Я не помню, как называется. И скажу уже так, что здесь так, знаете, прям вот по-советскому все. Вот. И здание. Да, да. Прям чувствуется, что отошли как будто лет на 30 назад. Секушками, кокушками. Секушками. Ну, чувствуется, да. И вот здание такая уже. Архитектура пошла немножко другая. Там как бы в самом центре все вылизано, прям идеально вычищено. А здесь... Вал троё. Ну, неплохо как бы, но уже чувствуется, что как будто еще руки не дошли, да, чтобы прям до идеала довести. Так, ну, что мы вообще поворот не туда сделали. Дошли до промзоны. Так, ну и с пространствами. Почему здесь разные какие-то старые заводы или какие-то старые здания, а в них что-то там новое. А нашему есть говноредние здесь. Тусуются и все. Очередной проспект в Минске. Раз, два. На светофоре две машины было. Ну и вот в целом общий поток. А мы вчера ехали, спрашивали у человека, у вас пробки есть? Он говорит, нет, мы не поверили. Смотрите, как быстро службы работают. Недавно, вот буквально три минуты назад я жалился, что не подстрижен газон. Вот, всё, прям сейчас подстригают. Представляете, вот это мгновенная реакция. Классный город. А это как в моём детстве, смотрите, гастроном, кулинария. Старожитный. Мне интересно, что это означает. Да, вот у нас у всех же сейчас уже супермаркеты, мини-маркеты, а здесь минские гастрономы. Вон, смотрите. А что переводится старожитный? Минейный старожитный. А как это назвали-то? Может быть, переводится, но вы ставите его в помощь. О, точно. Ну вот он, старый гастроном. Пойдёмте, цены посмотрим. О, а вот, кстати. Вот, вот это вот пиво вкусное. Вот это, которое я говорил, помните, вам? 3 рубля стоит всего лишь. 3 рубля стоит. Смотрите, Жигулёвская. О, туалетная бумага, как раньше. Смотрите. Плитка. Хлебцы. Чипсики. Ну, соки. Слушайте, ассортимент, я смотрю, то же самое, что у нас практически. Ничего нового. По ценам, не знаю, 2.33 на 28 умножайте, рубли получаются. Печеньки вот разные. Вот, наверное, местная печенька. Порублю. Порублю печеньки. Круто. Ой, Яшкина, наша продукция. Боржоми, Грузия. А где местная белорусская? О, Лицкий квас. Хлебушек. Ну, цены, я не знаю. Сами видите. О, булочка с маком. Ну-ка. О, какая мягкая. Какая мягкая? Старинная. Старинная, старожицкая. Старинная, ну, вот. Ну, как вот он, гастроном. Вот оно молочко. Брест-Литовское. Брест-Литовское, смотрите. Молоко, молоко. Вот. Нормальное, да? Сколько стоит? Молоко 2 рубля вот стоит. Вот это вот молоко 2 рубля стоит. 2 рубля это 65 рублей примерно. Сыр бренд голландский у них, смотрите. Сыр и вот, пожалуйста. У нас, кстати, продайница, вот такой Брест-Литовский. Есть? А, ну вот и у нас, да-да-да, вот это я вот тоже помню, вроде есть такая продукция у нас. Продавцы здесь такие же, как у нас. Какие-то суровые, злые, на личные вопросы не отвечают, да? Советские. Да, потому что специально в этом магазине их так обычно. Ча, это корпоративный стиль этого магазина, такие продукты должны быть. Мы сейчас зашли в парк имени Горького. Мне вот нравится, когда просто какая-то речушка, мостики, уточки плавают, тишина, знаете, просто гуляешь, наслаждаешься жизнью. Вот здесь есть такое место, парк имени Горького. Сейчас пойдем здесь прогуляемся, посмотрим, может найдем тебя. Давайте посмотрим на Минск сверху. Сейчас поедем на колесе обозрения в открытой кабинке, а 4,50 стоит один билет. Погнали. Минск-Эйн. А вот и город Минск сверху. Светы птичевые птичевые. Особо-то и ничего не выделяется у них, вот как-то все более-менее равномерно. Зелень есть, домишки. Зелени прям дофига. Да, да. Зелени много, красиво. Ну там подальше уже видно, что спальные районы по кругу. В принципе, как и во всех городах. Центральная часть такая. Довольно приятно, да? Гуляешь. Достаточно тихо даже на проспектах, я, кстати, могу отметить. Да. Комфортно гулять, ну, людей и машин, да, нет. Но там футбольное поле есть, еще какое-то вот, стадион какой-то. Ну вот вы бы смогли бы жить в Минске? Ну, я бы не променял Калининград на Минск, ни при каких бы условиях. А ты? Да я бы смог спокойно жить в Минске. И отсюда и летают везде. Ну, опять же, он же в Европе, понимаешь? Почему мы переезжали в Калининград, ну, из-за локации, что он находится в Европе. Ну, то есть путешествовать удобно. Из Минска тоже очень удобно путешествовать, самолеты, посмотрите, летают везде. И в Минске, в Беларуси сейчас гораздо меньше санкций, чем в России. Но главный минус Минска, здесь нет моря. Ну, есть Минское море водохранилище, но не настоящее. В Калининграде все-таки Балтийское море. И когда прилетаешь с курорта, откуда он, с Турции, с моря, ты возвращаешься на море. Вот в этом весь кайф Калининграда. Вот они, Минские просторы, знаменитые Минские проспекты. Огромные, огромные. Здесь хоть и людей сейчас много, но мне кажется, если в 10 раз больше было бы, все равно было бы достаточно просторно. Ну, и машин немного. Ну, короче, реально просторно. Проспекты, конечно, здесь бесконечные. Мы уже несколько километров прошли, ничего не меняется. Пейзажи не меняются, все одно и то же. Смотри, там ошибка. Мне аптека написали, аптека. Да, в некоторых местах, в некоторых аптеках именно аптека. Короче, везде по-разному. Где-то на белорусском скидке, где-то на русском. Мы вышли примерно из дома в час, а сейчас 7 часов. Получается, мы 6 часов практически ходим уже без остановки по Минску. Ну, я так думаю. Мы просто сидели по шельфах и в колесе подзрения. Ну, да, это буквально чуть-чуть. Это что, детская железная дорога? Где? А, да. Я думаю, что мы прошли сегодня километров 15. Да. То больше. Мне кажется, 15 точно есть. Да-да-да, такого я не видел. Детский, получается, детский поезд идет прям в парк, как я понимаю. Ну, сейчас он стоит, не знаю, работает, нет. Такого я еще нигде не видел. Детская железная дорога. Ну, да, детская железная дорога, да? Ну, Минска, говорит, знает. У них в Советском Союзе такие были. Да? У нас в Красноярске парке Горького такая же. Ну, только маленькая, еще меньше. Я не знаю, здесь такие прям, эти полноцветные. Как будто настоящая. Если она реально ходит, так... Здесь курочкой пахнет, и яичками, и даже раком даже. Как настоящая. По-любому напишите, какого хрена не показали библиотеку. Показываю. Вот это вот причудливое здание, это библиотека. Выглядит... Ну, мне такая архитектура не нравится, честно признаюсь. Но уродливее здание я видел. Это Дом Совета в Калининграде. Это самое в мой... Ну, в мой топ уродливых зданий на первом месте. Какой вывод по городу можно сделать? В целом, город нам троим понравился. Сегодня нагулялись. Где-то примерно 23-25 километров по нему. Прошагали. Комфортно. Ну, нормально. Мне лично понравился город. Ну, не то, что в плане туризма, а просто вот как город для жизни. Ну, что вы сделали с ними ногами? На игры, на воде. Подкачал? В общем, город Минск подходит для тех, кто хочет накачать игры. Приезжайте. По Cinderella. ưaу. По желанию. Поели. По парам. По birth. По темам. По Incre kaz.